Добрый день, семинар по физической механике. Приветствую студентов 4 курса и делаю важное объявление. Напоминаю, следующий семинар, который состоится 1 апреля и 2 апреля, будет посвящен целиком сдаче заданий 1 и 2. Я всех призываю. Я про это говорил, потому что у нас там такое положение, которое нужно обязательно притянуть, нельзя тылы оставлять. У большинства студентов не сданы задания, поэтому надо специально заняться, мы целиком семинару будем посвящены. Приходите, вы все знаете, задания есть, это мы посмотрим. Задача задания обязательно, это необходимые условия для допуска к экзамену. Это первое. Сегодня на семинаре мы продолжаем важную задачу, касающуюся узкопараллельного течения вязкой проводящей жидкости в магнитном поле. Она именная классическая задача Гартмана. Я начну с того, что дам очень полезную ссылку. Задача описана и частично решена в замечательной книге. Ландау Лишиц, Тиарфизика, Том 8, как он называется? Электродинамика сплошных сред. Параграф 67, там эта задача описана и частично решена. После того, как мы ее решим полностью здесь, вы можете почитать там, вам понравится, как обычно у Ландау про него говорят, что сначала надо знать физику, потом читать эту книгу. Ну, отчасти это верно. Она такая хорошая. Хорошо, теперь я напоминаю, что было, что рассматривается. Значит, существует плоскопараллельное течение вязкой проводящей жидкости. Мы в прошлый раз начали. Сначала физику обсудим, потом какие были уравнения. Есть плоскопараллельное течение Х, З вязкой жидкости. Геометрия простая сделана так, чтобы можно было бы далеко продвинуться аналитически. Это симметричный канал, минус Л, вот это плюс Л, минус Л. Вот ноль. Два значения. Вот. Дальше. Ну, задан насос. Жидкость. Значит, флюит все известно. Плотность постоянно. Коэффициенты вязкости, проводимости, ну, если угодно, теплопроводности. Заданы и постоянно. Все. Про жидкость известно. Дальше. Задан гардиен давления. Град П. Здесь есть это ДП по ДХ. Это вот лично задан. Можно сказать, что это работает насос, который эту жидкость просто толкает. Если никакого магнитного поля нет, то получается, это вы правильно сказали, ну, и по уравнениям так будет. Ничто иное, как вот этот профиль Плозеля. Плозьёй, профиль. Теперь возникает вопрос. Да, плоскопараллельное течение. Плоскопараллельное стационарное течение. Я напоминаю просто то, что в прошлом раз было. Значит, плоскопараллельное означает, что у вас все компоненты направлены, ну, течение по оси Х зависит от У. А зависит от оси З. Это вот оператор НАБУ вот так вот. Ну, а стационарное это означает, что ДПДТ будет получиться в ноль. Всё хорошо с этим. Да, дальше. Ну, задача замечательная тем, что жидкость проводящая есть магнитное поле H. Движение жидкости генерирует, жидкость проводящая, значит, будет генерация магнитного поля. Магнитное поле влияет на течение жидкости. Вот в этом во всём надо аккуратно разобраться. Мы, значит, сначала по физике просто прикидывали, что происходит. Я напоминаю. Вот скорость, вот магнитное поле. Тогда электрический ток потечёт в плоскости, перменикулярная. Ну, ток, это есть по закону Ома. Так, напишем. Ом. Жи, это есть сигма. На поле сопутствующих синий координат, то есть это сигма Е плюс единица на СВНН. Отсюда хорошо видно, что у вас должна быть составляющая тока. Вот ВНН куда направлена? На вас. Совершенно верно. Вот это вот, вот это вот направлено. Ток течёт на вас. А раз ток течёт на вас, то сила электромагнитная, это единица на СЖНН, сила действует на ток. Куда она направлена? Сила электромагнитная. Куда? Вот сюда вот, да? Вот, вот она сюда направлена. И самое замечательное, что она пропорциональна, она направлена против скорости пропорциональной скорости. Где больше скорости, там оказывается больше сил. А это означает, что надо ожидать, что профиль течения изменится в проводящей среде. Он так вот сильно вгладится. Он тоже именной. Хартман. Вот до него надо добраться. И посмотреть, что происходит. Теперь векторные поля. Отметим, как они выглядят. Векторные поля. Значит, скорость. Ну, она направлена по оси Х. По оси У никаких компонентов нет. Да? Магнитное поле. Значит, здесь тонкость. Смотрите. Ток течет на вас. Ну, это можно из уравнений все собрать. Мы это будем соберем. Но я пока предварительно скажу. Если ток течет на вас, то тогда магнитное поле только помните за школу. Да? Как вы говорите. Это, значит, будет вектор в плоскости в плоскости ЗХ. Значит, будет компоненты по Х и по З. Вот компоненты по Х называются индуцированные магнитным полем. Компоненты по И предположительно 0. Это легко проверить. Компоненты по З, Х. Она обязана быть постоянной. Мы это обсуждали. Она обязана быть постоянной по той причине, что дивергенция Х равняется 0. Помните такое уравнение? Как только дивергенция равняется 0, ну, сравнили. Вот дивергенцию взяли. Видно, что ДХ, З, по ДЗ обязаны быть равно 0. И это просто констит. Что быть не может. То есть, вот Х это заданное магнитное поле. Можно пометить. Задано. Все. Ну, вот, собственно, магнитная гидродинамика, например, у нее идея магнитной гидродинамики это вот устроить гидродинамику с магнитным полем. То есть, вот эту вещь решить. Как только вы это достали, то вы достанете и ток достанете электрическое поле. Ну, ток я напишу. Значит, плотность тока. Плотность тока. Ж это есть 0, Ж. 0. Такой скоро предположительно он сюда течет. Ну, и электрическое поле тоже до него можно добраться. Будет 0, Е0. Доберетесь. Вот так. Вот так выглядит. Теперь это вот предварительное рассуждение, как выглядит геометрия. Это мы все обсуждали, напоминаю. Было дело, да? Вот. Теперь смотрите. Ну, мы в прошлый раз что делали? Написали целое уравнение замечательное. Вы их там продвинуто решили. Я там цифру найду, на которую я ушла. Уравнение. Гидродинамики два уравнения. Одно из них уравнение разрывности. Второе уравнение динамическое. Уравнение разрывности, если вы помните, удовлетворяется сожнистями. Помните, как уравнение неразрывности выглядит для нежимаемой жидкости? Еще раз. Что? Не, рор равняется константой. А для скорости какой при этом уравнение? Дивергенция скорости. Дивергенция скорости равна нулю. Правильно. Ну, вот смотрите. Вот у вас дивергенция, вот у вас скорость. Берете векторное произведение, видно, что оно сразу удовлетворяется. Это хорошо. Это хорошо, значит, с ним проблем нет. А динамическое уравнение ничего не сделаешь. Надо решать. Я его выпишу, как оно было. Ну, это наезд ТОКС, но такой, с магнитным полем. В общем, видит такая вещь. Минус Д плюс H квадрат на 8П плюс динамическая вязкость на плац скорости плюс H на 2 H на 4П. Вот это великое динамическое уравнение. Я, кстати, настаиваю, чтобы на третьем задании студенты писали все уравнения схода и ни о чем не надо. Ну, без магнитного поля. Это вы можете не запоминать. Но наезд ТОКСа, пожалуйста, писать сразу, ничего не бояться и быть в себе уверенным. Я помечу здесь, что это наезд ТОКС с магнитным полем. С магнитным... Ну, выражение для магнитного поля вы можете забыть. Посмотрели в книге, ничего тут все это не страшно. Вот наезд ТОКС. Это вот три уравнения, железных три уравнения. Теперь конкретно в этой задаче нас интересует скорость по СИКС, поэтому для нее здесь х-проекция для скорости V равняется V от Z. Вот, кстати, это... О! Вот тут надо написать, что здесь по профи скорости вот это зависит от Z, H тоже зависит от Z, естественно, G тоже может зависеть от Z, но E тоже. Надо посмотреть. Я, кажется, постоянно, но вообще говоря, она зависит от Z. Вообще говоря. Так, вот эти, собственно говоря, вещи надо найти до конца. Так, вот это вот уравнивающее. Теперь, это уравнение, вы благополучны. Да, сделали от него проекцию, да, и получили уравнение в таком виде в левой части 0. Здесь стоит минус град П, вот это, град П, это вот то же самое, это вот он стоит. Град П, он задан, известная величина насоса. плюс динамическая вязкость. Здесь стоит D2V по DZ квадрат. Вот, кстати, напоминаю, магнитное поле, важный вопрос. Я у студента спрашивал, куда делалось вот здесь магнитное поле. Здесь H квадрат, это полный вектор, то есть он на самом деле включает в себе индукцию тоже. Но дело в том, что если вы возьмете проекцию, это уравнение, здесь останется производная D по DX. А магнитное поле от X никак не зависит. В любой точке X у вас совершенно одинаковая картина. Понятно, да? Так что это все четко. На всякий случай, я просто... Ну, а здесь просто плюс что тут? H на 4P DZ. Ну, мы не пишем, это ясно. DHX по DZ. Вот это вот. Кстати, номер какой был у этого? У нас это уравнение 2 было. Да? А это уравнение 2 штрих по смыслу. Конкретно. Да? Да? Как выбросили? Вот эти-то? Да. Вот это вот, вот это, выражение плоскопараллельное стационарное течение означает вот эти две вещи. Это просто дефиниция. Потому и выбросили. Но смотрите, давайте без уравнения. Вот смотрите, вот у вас профиль скорости, что он здесь, что вот в этой точке, что вы сдвинулись по X, то же самое будет. И по Y туда будет едить одно и то же. У вас профиль зависит только от Z. Вот. Сделано это так, потому что уравнение это очень тяжелое. Нет, я просто пишу на А, это здесь маленькая, она зависит от до 100% малыша. Да, конечно, нет, она зависит от. Но в итоге мы сколько получаем в Дубке? Нет, H, профиль, нет, редукция магнитного поля есть. Более того, на всякий случай оговорюсь, это я пишу здесь маленькую букву H, не потому, что она маленькая, отнюдь. У вас генерация может быть очень большой. Это мы сейчас все посмотрим. Просто это зависимая величина, а это константа заданная. Это, ну, заранее, ну, как, это, ну, это просто показывает математика, сейчас увидим, заранее не видно, но вообще симметрично. Да, ну, все, а так, на самом деле, как симметрично? Магнитное поле у вас анизотерапия, она снизу вверх. Кто и знает, как получится. Я, кстати, люблю спрашивать, о, забегая вперед, отвлекаясь, обязательно спрошу кого-нибудь на приеме задания, что будет, если магнитное поле вот не перпендикулярно, а под углом. Ну, это потом. Пообсуждаем, что будет происходить. Я люблю такие штуки. Тогда вот поговорим с вами, вернемся к вашему замечанию, потому что оно правильное. Да? Могут быть всякие вещи. Ну, все. Так, ну, а теперь, вот, вот такие дела. Дальше. Это вот все было. Дальше. Замечательно. Безразмерный параметр вводится. Ну, слушайте, уравнение для магнитного поля я не буду выписывать здесь. Для индуцированного магнитного поля уравнение 3 оно было, да? Есть там, а, кстати, ну, можно и выписать, да, оно не понадобится, потому что мы же решили, вы же уже решили, решили. Да, 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 я сейчас запишу. Важно, что безразмерный параметр, вот это уравнение понадобится. Так. Где бы надо, ну, ладно, безразмерный параметр задачи классический. Это число Гартмана было. Безразмерное магнитное поле, значит, чтобы не ошибиться, это H L делить на C. L это вот геометрия, корень из проводимости, делённая на динамическую вязкость. Вот, вот это безразмерный параметр задачи, можно пометить, что он просто характеризует магнитное поле. Через него магнитное поле можно выразить, даже полезное сделано. H это есть Гартман, число Гартмана, C делить на L, корень из динамической вязкости делить на сигму. Надо что-нибудь одно выравнение удержать, либо магнитное поле, либо Гартман. Я поэтому привёл. Дальше, если это сделать, то, оказывается, есть выражение для профиля скорости для магнитного поля может достать выражение. Равния 2 значит, совместность сравнения для магнитного поля. Чем мы целый семинар в прошлом занимались, было дело? Вот, я эти формулы выпишу. Значит, оказывается, профили скорости, профили, выпишите, скорости ВАЦ и индуцированного магнитного поля и индуцированного магнитного поля ВАЦ. Так вот, эти формулы получены. Я хочу сейчас здесь, доска понадобится вся, я сейчас их напишу. ВАЦ это есть, В0 это я сейчас пояснил. Здесь стоит косинус гиперболический Гартман минус 1 в знаменателе, а в 4 стоит косинус Гартман минус косинус Гартман ZKL. Этот результат точно был получен. Было дело? Было дело, да? Кроме того, по-моему, вот я не помню, успели до магнитного поля добежать? Да. Успели добежать? Давайте я напишу вам формулу, там есть ли что-то такое. Так. Да. H от Z. Вот тут я хочу его, значит, H от Z. H от Z. Это есть минус V0 4πC корень из динамической вязкости на проводимость. Вот. А здесь еще вот такая скобка. Знаменатель такой же, как был косинус гиперболический Гартман без единицы. осуществитель вот какой ZCl синус гиперболический Гартман минус синус гиперболический Гартман ZCl. Вот так выглядят профили скорости, которые получили в прошлый раз. Это очень полезная формула, но у них есть одна существенная деталь. Значит, V0 это просто обозначение V0 это есть V от 0, которую вы не знаете. Обозначение в центре. Поэтому первый ход, который бы... Кстати, я формулу, я не знаю, номера ставили или нет. Первый ход, который надо сделать, это все-таки достать V0, чтобы были понятные выражения для магнитного поля, для профиля скорости. как только мы достанем по профилю скорости магнитного поля, то тогда наберемся даже до E без трудов. Вот это тема сегодняшнего семинара. Какие вопросы? Все делаем понятно? Вот. Теперь смотрите, как найти скорость V0? Надо сказать, что тут аналитика есть, но она такая, в общем, надо работать, чтобы до нее добраться. Ну, делается вот, каким образом. В 0 очень удобная, понятная величина, только неизвестно, что такое это. Профиль, это значение скорости в центре, которое, само по себе, неизвестно, поскольку оно зависит от параметров. Я напоминаю, если магнитного поля нет, или проводимость равна нулю, то что у вас будет? Профиль Позеля, правильно? Ну, так, по физике. И, наконец, если идеальная проводящая среда, то что у вас будет? Сигмак бесконечности стремится. Что будет? Профиль просто вообще сядет на силовую линию так называемого мороженого магнитного поля, никакой насос не способен быть жидкостью. Это по физике следует. Сейчас давайте доберемся до всего этого дела. По математике я обращаюсь внимание, что в этих двух пределах вот эта вот V 0 поменяется как раз очень сильно. Мы зависим зависим от параметра Гартена. Ну вот, так, что делать? как найти V 0? Уравнение 2 штрих, которое было губерночно выписано, оно же справедливое, правильно? Справедливо. Про любом Z, правильно? Если мы поставим сюда V от Z и H от Z по направленной формулу, то что должно произойти? Уравнение должно быть с тождествами, правильно? А V 0 можно оттуда достать. Ну вот, надо поработать. Не спешите, значит, что надо сделать? Считайте, не спеша, D2, да, напишите, возьмите мел, хороший, вот, посчитать, торопиться, не надо, торопиться не надо, сейчас посчитайте, вот, уравнение надо поставить, DV, сначала DV по DZ, посчитайте, сначала DV по DZ посчитайте, потом D2 по DZ посчитайте. Они, кстати, пригодятся сами по себе. Вот, только аккуратно. Что делаем, понятно? Вот, как только найдем V 0, то фактически задача идеяно решена. Ну как, она будет аналитически решена? нужна, нужна будет только графики. Так, здесь только знак, а правильно, да, ну, это знаменатель останется, да. О, замечательно, это правильно, да, это правильно. А вот теперь вторую производную бы надо, раз она у нас здесь стоит. Ну, конечно, а синус на косинус поменяется. Только они тут не Гартман. А, Гартман. все верно, да. 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 Да, вот этот знаменатель, как его до корректности. Ну, так, чтобы случайно не потерять. Во, замечательно. Правильно, это 2,2 под, вот теперь, а вот теперь надо взять, смотрите, уравнение стоит ДАЖ по ДЗ. Значит, надо взять аккуратно значительный ДАЖ по ДЗ. Ну, тут от ДЗ еще зависит. Ну, тут вот эти знаменательные останутся, а вот эти зависят. Здесь останется синус на Л, единица на Л, синус Гаркин, вот, минус, от этого будет Кусин, вот, надо понимать, да? Ну, вот, вот, все, 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 спасибо, спасибо, садимся, мы сейчас подхватим знамя. так, нужна доска, а вытирать ничего нельзя, и это вытирать нельзя, это, это, я уже боюсь, вот это вытирать не надо, тут мы еще рисовать все эти вещи будем. Здесь вообще тоже, эти результаты нам нужны, так, доска кончается. Сейчас, ну, что можно убрать, давайте я вот это, вот это вот я, вот это вот, вот это вот я уберу, сейчас все, да? Остальное все нужно. Вот так вот, это я уберу. Теперь можно вас попросить? Догадывались, что я хочу сделать, да? Да, но только не торопясь, смотрите, пишите 0, градиент p, и это, вместо вот этой скорости подставляете то, что посчитано, кажется правильно. Вместо вот этой скорости, вместо dhpdz вы подставите вот эту производную, а вместо вот этой h, я напоминаю, надо что-нибудь одно удерживать, либо Гартман, либо магнитный полный, ну, число Гартман можно удерживать, понятно, да? Пишем 0 равно, а можете там, где, где удобно, мне кажется, здесь вот, не, ну, просто видно, 0 равняется минус град p, плюс динамической вязки, вот вторая производная, которая там посчитана, ее надо аккуратно, значит, переписать. Ну, вот, Вроде правильно, да? Сейчас я посмотрю, там В0, Гартман квадрат, Л квадрат. Гартман, З, К, Л, да, правильно, заметно, один. Теперь вместо H, вот это надо сразу, плюс. Ну, Гартман, это я так в скобках поставил. Ну, просто непонятно будет. Да, 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 хорошо, хорошо, да, чтобы А. Хорошо, тогда вы правильно делаете, раз и здесь его в скобках толстых. Так, так. Вот, теперь вместо него надо, да, 4П, знаменатель 4П, где-то там. Ну, так, все, хорошо. Нет, я, я, а это С откуда? Вот это, да? Вот это С, вот С. А, вот, вот, пожалуйста, да. Все, теперь сюда надо поставить такой знак умножения. Знаете, как он ставит? Нет, нет, знак умножения. Вот, не, 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 можно так. Нет, вот, я люблю вот так вот, это вот, значит, квадратанский знак. А понятно, что это не число Х. Вот, знак умножения. И здесь вот, 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 да, вот это вот на аккуратную формулу надо вставить. Скобка открываете, минус, или вот там вот минус. Да, да, здесь минус, давай. Возьмите тряпочку. Вот. И надо аккуратно переписать. Сейчас посмотрим. Вчера получилось. Сейчас посмотрим. Вчера получилось. Ну, знаменатель 1. Это косинус Гартман без одинницы. Все, да? Пожалуйста. Вот это, а теперь смотрите. Так, ну, это вообще вытирать, мне это вытирать жалко. Вот эта доска у вас еще, вот внизу, вот, может, это вытирать не надо. Это все понадобится производству. Теперь смотрите, что по уму надо. Теперь надо ожидать, что зависимость от Z должна здесь пропасть. Вот давайте смотреть. Где здесь от Z зависимость? Вот тут и вот тут. Значит, что мне нехорошо? Почему два раза минус здесь и здесь? А, все нормально. Правильно, наверное. Нет, все правильно. Этот минус на этот минус по умножике, получится плюс и задавится. Все нормально. Ну, давайте собирать. Смотрите, ну, вот надо собирать. Значит, собирать, собирать член вот этого, косинус, Гартман, Z, Кл. Вот он у вас раз, вот он у вас два. Надо перед ним все собрать. Нет, это все равно нулю. А, теперь собирайте члены, значит, косинус, вот смотрите. Вот можно сразу, вот эта вещь, вот она у вас, знаменатель везде один и тот же, да? Напишите, косинус, Гартман, Z, Кл делить на косинус, Гартман, минус один. Надо вынести за скобки, а все остальное собрать. Не, не надо, а вы его туда поставите. Это вопрос вкуса. Это понятно, да? Ну, чтобы не тащить знаменатель два раза, напишите, косинус, Гартман, Z, Кл. Косинус, Гартман. Не, ну что, вы можете как угодно делали, но я так думаю. Не, 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 ну как вы. Я только штаб придумал. Нет, ну, в смысле сейчас. Ну, да, да. Косинус, Гартман, Z, Кл. Вот. Теперь напишите здесь знаменатель тоже, чтобы он не балл. Болтался, косинус, косинус, Гартман, минус один. Все. А вот теперь надо аккуратно открыть скобку и честно проверить все коэффициенты. Значит, вот стоит вот эта вещь. Минус это. В 0, Гартман, квадрат, делить на L, квадрат. А вот теперь вам надо все это дело... Ну, во-первых, тряпочку возьмите. Вот я вижу, цены 4Пи очень гармонируют. Это хороший признак. Давайте, вытирайте здесь прям. Хотя, а как вытирать? Нет, вытирать опасно. Нам потом понадобится же... О, вытирать нельзя. Остатки, что-то стояло. Вытирать нельзя. Знаете почему? Просто так мы членов-то соберем, надо будет остатки-то для выноса. И это-то потом понадобится. Да, но там просто только примадает. Ничего не сделаешь. Пишите, значит, что там останется. Нет. Вот этот множительный. Пишите просто, значит, что там. Плюс. Вот смотрите, вот этот минус. И вот на этот минус. Будет плюс. Значит, плюс пишите. Гартман. Плюс Гартман квадрат или... Нет, не надо. Как хотите. Но я пока хочу, чтобы вот эти члены уже хоть знак показал, что они играют. Надо описать плюс Гартман квадрат или... Ну да. Нет, этот... Вот смотрите, вот это вы уже вынесли. Вот он. А, да. Подбираем только коэффициенты. Тогда плюс Гартман. Да. Плюс Гартман квадрат даже. Ну вот, Гартман квадрат. И перечисляем, выписываем, что там остается. Ну, цен на 4П сократили. Все хорошо будет. В0. Все прекрасно. Ну вот, В0 стоит. Да, мы его умножаем. Ну, умножаем, да. Цен на 4П сократили. Проводимость осталась. Это осталось. Шикарно все. Только Л квадрат куда делся, не знаю. А, вот она раз, и вот она два. Все правильно. Что, это знаменательно? Делить на Л квадрат? Не, не здесь. Все, вот здесь. Да, вот здесь вот, на Л квадрат. Вот. А здесь, ну, смотрите, Ц на 4П. Вот это вот я сократил. А это все. Сигма тоже сократится. А это останется. Это. Ну вот, все, скобка закрывается. Сколько это вот? Вот это сколько нарисовано? Ну, сколько, ну, вот в скобках квадратных сколько получилось? Ну, так а... За что борьба-то шла? Ну, чтобы вот это и получилось. Это вот специально, это отличная вещь. Это означает, что формулы вот эти вот, вот эти вот, они правильно, они удовлетворяют исходному уравнению. То есть, нигде ошибок не было таких. Замечательно. Теперь это хорошо. Но теперь, если вот эти члены вы выбросите, у вас еще останется градиент, давление. У вас останется вот это вот, что такое? В0 на этот синус, да? В0 на этот синус. Да, значит, это все утираете. Оставшиеся члены собираете. Это все утираем, проверили, да, все. Замечательно. Слова такие, что формулы, вот эти формулы, ну, у нас номера были там, у них? Ну, можете... В общем, вот эти две формулы, они удовлетворяют уравнение 2 штрих, поэтому являются правильными. Значит, вам теперь надо писать. 0 и равняется. Минус градиент P. Дальше. Теперь член, который не зависит от Z, это вот этот вот здесь, да? Он будет зависеть. А, тогда его, значит, нету. Мы правильно оставляем, вот этот вот. Только вот этот вот. Да, значит. Что там, минус? Да, ну, конечно, конечно. Вот я поэтому нельзя было вытирать коэффициенты. Минус. V0, ну, V0, V0, V1. Нет, слушайте, это я здесь, поскольку это множитель один, что мы с ним мучаемся? Надо ему, конечно, было сразу вытереть. Он везде не... Он сразу сокращается. И здесь... Гарлен V. На это, на это, да, так и пишите. Харлен, не Харлен, Хартман на это. Вот так, да? И еще на шинус. Ну, конечно, вот это обязательно. Вот это синус на L делить. Да. Синус Гартман делить на L. Вот. Замечательно. Ну, это должно до интернета уравнивать? Да. Отсюда что следует? Можно идти в 0. Ну, конечно. В 0 не просто так, а заданное число. Что-то то, что им надо. Напишите, а я посмотрю. Не знаю, у кого ловчее. Сейчас в 0 напишите, что там получилось. Так, где-то у нас... Сейчас, одну секунду. Вот у меня стоит L квадрат. Не знаю. Вот тут L квадрат. Вот, вот, вот. Да, да, да. Правильно. Правильно. Вот хороший признак. Спасибо. Давайте. Вот. Все. Сейчас решение. Абсолютно. Вот отличный результат. Лучше, чем вчера. Потому что этот результат совпадает с моей рукописью. А вчера он там, знак где-то, знак где-то ушел. Все. Спасибо. Да, это правильно. Сейчас я еще раз посмотрю. Да, минус L квадрат. Ну, все. Все. Замечательная работа. Да, правильно. Поэтому. Значит, что здесь я сделаю? Я тут все. Эти формулы я оставляю. Кстати, они заслуживают номеров, конечно. Ого-го-го-го. Вот это я тоже оставлю. И здесь выпишу главный результат, который придает этим формулам полностью решение задачи. То есть к этим двум формулам мы должны добавить... А я вот тут вот напишу. Не обозначение, а вот V0. Это есть. Я тут перепишу. Я тут немножко множители сгруппировал. Это минус L квадрат гардиент давления, деленное на динамическую вязкость. Я напоминаю эти все... Это все задные коэффициенты. Это стоит насос, это геометрия, это вязкость, которая задна. А здесь стоит то, что вы получили прекрасным образом. Осинус Гартман. Но я вот этого не пишу. Минус один. Знаменатель делет, деленный на Гартман шинус Гартман. Гартман шинус Гартман. Ну вот, теперь можно сказать, что вот эти формулы – это точное аналитическое решение. Очень ценное формулы, из которых ничего не видно. А так они замечательны. Нет, аналитическое решение надо оценить всегда. Ну давайте, теперь немного физики. Значит, мы час водоперерыва физику здесь соберем. Не надо от нее отвлекаться, чтобы были понятные результаты. Давайте физику посмотрим. Итак, профиль скорости. Профиль скорости. Давайте еще раз. В прошлый раз-то его проверяли, но сейчас можно в январе в виде. Поскольку V0 есть. V от Z. Можно вас попросить? Вас развлечет. Смотрите, я хочу вот, ну просто выписать профиль скорости. Ну вот не примитесь, умножьте это вот на это. Да? В явном виде. Ну имея в виду, что вот знаменатель у вас и числитель может сократиться сразу. Можно это, значит, минус. Да. Минус L квадрат длительный наград P. А, кстати, я хотел, напишите, что здесь вот эта величина положительная. Вот это очень важно. Ну или точнее, ну да, она положительная у вас всегда. Косинус больше единицы. Градиент давления. Напоминаю, обратите внимание, в этой задаче градиент давления отрицательный. Здесь большое давление, здесь маленькое. Градиент под суба направлен. Поэтому этот минус правильный. Да? Насос работал. Насос растолкает жидкость в сторону меньшего давления. Вот. Ага, да. Хатман. Зет Кэл. Гартман. Зет делить на Л. Это всё под аргументом. Вот. Ну а знаменатель будет вот этот вот. Гартман. Шелуз Гартман. Всё, давайте не будем торопиться. Перерыв 5 минут, я слышал. А после перерыва пощупаем. Гартман большой, Гартман маленький. Что получится мы по физике вроде как интуитивно понимаем. Надо, чтобы математика подсказала. Всё. Да. Перерыв 5 минут. Давайте посмотрим. Вот это явное выражение для портфеля скорости, с которого что-то такое непонятно. Как обычно, первое слабое поле, но предел совсем маленького. Ну давайте посмотрим. Давайте просто прикинем, что тут будет. Разложение Гартмана помните? Косинуса. Единица плюс х квадрат на 2. Надо просто подставить и посмотреть, что получится. А щелуза, ну как, по малому параметру. Гартман маленький параметр. Безразмерный параметр, очень удобный. Я вот его тут. А это асинус полночка? А минус полночка? Нет. Ну как синус выглядит? Это же е в степени 1 минус е в степени 2. Просто х будет. Просто аж, карта. Ещё раз лагать. Вот так. О! Ну и что там останется? Ну единичку вы... Да, она уйдёт у вас. На Гартман квадрат можно поделить, а у вас он знаменательный. Такой же, как там квадрат. Ну ладно, пишите, я не буду... Всё хорошо очень, всё там получается. Во! Да, двоечка. Ну единицу-то останется. А как же, конечно, единица. Минус. Во! Всё. Ну что скажете? И что за функция-то? Нет, нет. Ну, нет. Не совсем то же самое. Вы не знали Ваноле, а это большое дело. А сейчас вы знаете. Смотрите, вы получили классический результат, который цитируется во всех учебниках. Вот это называется? Профиль скорости Пуазель. В точность. Ну, парабола. Вон она, видите, нарисована. Скорость от Z. Вот это классический Пуазель. Так, значит, мы тут это отметим. Кстати, эта формула хорошая. Давай так. Сейчас я тут напишу. Значит, В от Z. Это есть минус L квадрат, град П, делённый на это. Здесь стоит, а, двоечка, вот эта характерная. Единица минус Z в квадрате. И вот это вот классическая формула. Это вот, можно здесь её ещё раз написать по озёй. Я даже слово колосик не пожалею. И немножко методически. Что вам не нравится? Я сказал, что я просто не вырезал. Что? Я говорю, что просто не вырезал. Как не вырезал? Ну как, вы же... Нет, вы же раскладываете косинус, метрополический днис плюс X квадрат на 2. И куда она денется? Она никуда не денется. Эта двойка, она вот, вроде как, остаётся. Значит, смотрите, методическое замечание, полезное для всех. Начинаешь с студентами говорить на задании. Ну какой вот профиль будет у вязкого течения, если... Он правильно говорит, будет Пазельский профиль, рисует параболу. Начинаешь у неё спрашивать, откуда её ты взял? Откуда парабола-то? Он начинает мучительно вспоминать какие-то рассуждения на втором курсе там. Всё забыли. Примечание. Точное решение уравнения на вес токса. Да? О пользе общих уравнений. Точное решение, точное аналитическое решение уравнения на вес токса. Более того, вы его ещё взяли-то из задачи Гартмана. Настоящая работа. Ну, пункт второй, давайте посмотрим. Пощупаем, что будет твориться сильное поле. Или очень... Ну как, хорошо проводящее... Ну это... Ну как, Гартман может содержать не только поле, это плохо проводящее... Плохая проводимость. Плохо проводящая среда. Это слабое поле. Сильное поле или хорошо проводящее... Сильная проводимость. Сильная проводимость. Сверхпроводник. Что у вас будет? Ну вот интересно посмотреть. В от Z... Ну, то есть Гартман. Очень большой. Тогда что у вас останется? Давайте посмотрим. В от Z. Мне самое интересно. В от Z. Это есть минус L квадрат делить на Гарт. П делить на это. А теперь смотрите. Давайте так. Вы что такое косинус и синус помните, нет? Ну, правильно. Ну, давайте я не буду вам мешать. Давайте попробуем. Единицы на Гартман просто вытащите сначала. Он просто стоит отдельно. Единицы на Гартман. А потом вот триггенометрируем. Пишите. Е степени... Нет, плюс Гартман. Е степени Гартман. Плюс Е степени минус Гартман. Вот. Ну, надо бы хорошо. Да. Минус. Да, правильно. Вот. Хорошо. Делится на... Ну, вот. Да. Но это только за... Так и минус. О, все правильно. Ну, кое-что можно сделать. Во-первых, двоечку можно вытереть. Это первое. Второе. И здесь тоже знаменит. Второе. Если у вас Гартман очень большой, это же экспоненты дико. Значит, есть эти минус Гартман, можно отсюда убрать. Правильно? Ну, тряпочкой зачем? Ну, тряпочка есть. Это вот. И здесь, и внизу. Правильно. Следующий ход. Смотрите. Е степени Гартман у вас очень большая величина. Я предлагаю на нее поделить. Чуть-чуть знаменит. Значит, у вас остается... Напишите здесь вот. Хороший у вас результат получился. Минус... Минус L квадрат. Ну, это коэффициент переписать. Град P, деленный на это. Единица на Гартман останется. Вот. А здесь останется... Значит, делим единица. Нет, просто... Ну, вообще единица. Минус... Значит, вот эта вот скобочка. Вот эта вот штука. Ведь тут ее ничего не сделаешь, к сожалению. Гартман заткал. Нет. А, ну, хорошо, хорошо. Правильно, я согласен, да. Минус е степени. Вот. Вот такая вещь. Теперь смотрим, значит... Теперь... Значит, ну, тут у вас... Смотрите. Значит, Z... Z у вас... А, нет, Z у нас четный. Z чему равен? А он может плюс-минус 0 в обе стороны есть. Неважно. Смотрите, у вас Z минус L. Z минус L. У вас эта величина отрицательная. А вот эта вот будет... Ой... Асимточка при Гартман... Понимаете, здесь нельзя делать разложение, потому что Z у вас может быть каким угодно. При Z равно 0 у вас коэтицент-то маленький получается. Ладно, оставим в таком виде асимточку. По физике что получается? Если Гартман вообще к бесконечности стремится, то что надо ожидать? Ну, вот у вас V0 стоит... Если Гартман стремится к бесконечности, у вас эта единица никакой роли не ворит. Правильно? Синус и косинус у вас одно и то же. Вот эта вот единица, которую вы получили. Разделение. Остается асимтотика единицы на Гартман после энергии бесконечности, она стремится к 0. Так что это все... Это вот показывает... Показывает асимтотику вот здесь вот, вблизи нуля, когда она слишком маленькая. Ну, спасибо. Напишите, значит, в пределе... Нет, это в тетради. В пределе Гартман стремится к бесконечности. Совершенно очевидно, что V0 стремится к нулю. Все. Профиль в центре стремится к нулю, а на краях он еще меньше. Все. Спасибо. С этим мы разобрались. Теперь... Следующий ход. Давайте так. Мы к кондуцированному магнитному полю потом перейдем. Там... Просто я не знаю, чем там дело закончилось. Сначала сделаем очевидные вещи. Смотрите. Как только... Слова важны. Магнитный гидринамик, это гидринамик с магнитным полем, как только вы нашли профиль скорости магнитного поля, остальные электринамические характеристики сами собой получаются. Следующий подзаголовок. Плотность электрического тока. Плотность электрического тока. Как ее найти? Так, кто знает уравнение Максвелла, в котором ток стоит? Как оно выглядит? Нет, уравнение Максвелла, помните? Две дивергенции, два ротора. Кстати, я настаиваю. Буду принимать третье задание. Квалификационные требования наизусть знать уравнение, написать сразу, ничего не банить. Я просто вам напомню. Ротораж, что это такое? Вы помните, что это такое? Нет, 4 пик С, G, плюс единица на С, D, E по D, T. Вот это Максвелл точный. Так, теперь, мы с вами редко видимся. МГД приближение обсуждали с вами. Оно существенно говорит, что мы ток смещения, мы пренебрегаем током смещения. То есть, вот этой вещи нету, у нас в большие гидерамические времена, поэтому это вот так вот, а? Отсюда. Так, ну кто, можно вас попросить? Берите мел. В общей физике там есть всякие там полезные телевокалькуляции и прочее. Я не хочу это даже заводить. Малыш этого, значит, жиромелец. Конечно, у вектора просто припущение. Это С на 4 пи. Ну вот отсюда, ну вот отсюда, ну выразить. Ну конечно. С делить на 4 пи на ротор на H. Теперь я вам напомню. Что такое ротор, помните? А, нет, векторное произведение, ротор, ротор. А, вот это векторное произведение. Что такое векторное произведение, помните? Ну, вроде да. Ну. А на B, я напомню на всякий случай. Их, июль, иезет. Дальше мы с вами, да? Что тут будет? Ах. Ай. 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 А, з. Б, июль, иезет. Поэтому ротор, аж, это и есть. Пишите. Сначала не по, в общем, ведием, напишите. Икс, иезет. Ашекс, 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 ашекс. Не, ну сначала это начнешь. А, ну конечно. Да, д по д икс, правильно. Д по д икс. Д по д икс. ию-ю-ю, а тут аш-экс, аш-юк аш-з. О, это всегда так. А теперь вот такое слово, ангелик, конкретно. У нас конкретная задача, да? Вон она нарисована. Пишите x, y, z. Так, вот это я так напомню вам определение на всякий случай, чтобы вас не пить ничего. Вверху x, y, z. теперь оператор нам ладить сюда вот он так и пишите правильно о позе общих уравнений да вот а это а этот вот он вот он вот он вот он да аж аж маленькой 0 и аж большой причем аж большой константа напоминаю все а теперь скрываете что тут отсюда получится отсюда получится по игре что-то должно быть ну да 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 совершенно верно ну и там а там 0 да вот но от нового минус и y dh по dz вот отсюда видно что это компонента это компонент электро g ну то есть вот она по нам нужно писать конечно да да ну хорошо знак воскресенье но это означает вот что про правая тройка векторов я напоминаю на этом рисунке не рисовал она же вот такая x и да и помнить что он на вас течет да 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 ну да 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 но но это 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 уже смотреть да это верно более того узнается мне что вы уже даже по dz считали до повторять не будем веру не не нет формула я не 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 формула я стер давать так все значит это есть это важный результат напишите словами начал профиль профиль так сейчас я напишу профиль профиль плотности тока профиль плотности токи с однотонкостью надо обсудить я не говорить не буду писать 0 g 0 вот так он же это есть что-то минус 4 цены 4 пи дашь по dz это все точно это результат есть все есть теперь смотрите интересно посмотреть полный ток полный ток интеграл g от z дз я хочу собрать весь ток который вот в этой плоскости потечет от минус l до l равняется ну формально подставьте ну конечно интеграл цены 4 пида 4 пик c а цена 4 пи dhz по dz на dz интеграл взять можно от производной ну да пишите значит цены 4 пи но цену минус неважно минус цены 4 пи h от от минус l до плюс l теперь помните какое было граничное условие для магнитного поля для индуцирования магнитного поля используя я напомню смотрите по физике вас магнитное поле непрерывно вне плоскости течения она направлена только по z поэтому вот этих вот постоянных нет вообще у вас этот полный ток оказывается равен замечательно нулю вот этот результат может показаться странным все спасибо садитесь я только в этой задачи понимаете в этих формулах не видно профилит не видно пока на компьютере не нарисуете красиво не будет я значит 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 как вид профиля вид профиля только как он будет выглядеть смотрите уже у нас вообще-то не 0 он у нас течет на нас по нашим представления результате получается что суммарный ток является нулю это означает больше что вот я сейчас вот что рисую вот это ось z вот это вот ось y вот это ось y я вот так его разворачиваю на вас но только на нас течет вот я хочу показать вам как он будет вот эти пластинки в центре он действительно течет на вас довольно заметно а вот на краях на краях он другую сторону течет так что я так не очень здорово нарисовал так что со суммарно интегрально вас вот этот ток равен нулю такой замечательный результат но слушайте это можно изобразить только взяв вот подставить производные на компьютере нарисовать эти гиперболические функции потому что так не видно да это вот что говорю понятно примерно это надо вот проверить замечательное обстоятельство вот теперь остался значит простой пункт один значит стоком но я эту задачу когда она в третье задание мы закончим я скажу что войдет третье задание если это задачу кто-то на компьютере поставить так чтобы все нарисованы профиля скорость и можно будет засчитать при условии что вы все ну как либо тетрадь со всеми заданиями либо одна из задач сделано я об этом потом поговорю в общем графики нужны значит только обсудили теперь осталось только электрическое поле электрическое поле же но это есть закон ома слушайте я хочу чтобы не форму узнали а идеология идеология вот какая как только вы в магнитной гидринляндике разобрались с профилями скорости магнитного поля то электрический ток и электрическое поле это простые вещи ну как действительно то что вы сделали дифференцировано понятно это не интеграл и брать дифференцирование всегда получится то есть вы взяли дифференцирование получили замечательный результат здесь похожие вещи и закон ома же этой сигма е равняется же делить на сигма и минус неожиданно да правильно минус единицы на c в но хотите векторное произведение вскрываете а тут и так видно вот у вас конечно вы на что получится у вас получится вектор в на на постоянное магнитное поле аж ничего другого нет произведения вы назвали на 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 компонент они параллельно дадут дадут но можете взять можете взять только что векторное произведение егерик равняется же игрек делить же игрек делить надо же игрек делить на сигма минус в аюнсанцев и она аж все вот такой будет результат это правильно есть только одна вещь я его оставлю вам проверить смотреть на не ну надо подставлять у нас профиль скорости есть профиль же тоже есть надо подставить посмотреть что получится все спасибо спасибо сейчас сейчас давайте я скажу я хочу чтобы проверили одну вещь из уравнили тердинамики следует дивергиоза и то есть 4пи равняется нулю потому что у вас объемного заряда нет и ротор и минус единицы на c до аж по дт поскольку у вас стационарная картина тоже равна нулю сдается мне что у вас полиэлектрическая константа то есть это надо проверить да чё сказал понятно будет очень удивительно если это не так я думаю что это так я не хочу на этом это значит проверить проверить теперь давайте все я считаю что задача решена потому что профили все построены найдены аналитические за вас за вас идеологи только мы посмотрели за вами только проверка расчета а вот одну вещь по физике я хочу все-таки посмотреть вот мы профиль скорости хорошо изучили в предельных случаях посмотрели пузырь либо пузырь либо вообще запрется а вот теперь индуцированное магнитное поле индуцированное магнитное поле давайте его пошевелим пошевелим аналитически потому что там не сомнится я имею ввиду мне интересует отношение аж каш явное выражение для аж имеется это тоже имеется вот я хочу понять чтобы кто-то нему час вышел не пленился выразиться через гардман потом посмотрел на пределы но можно что делаем понятно то есть начну я напоминаю аж это вот аж это индуцированное поле аж вот так вот а внешнее поле аж константа задано вот она на рисунке задано а вот это вот она конечно не да 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 можно так вот меня интересует ну просто взять да только сюда в 0 надо вместо минусы сразу представлять да вот это л квадрат надо л квадрат град п да да давайте сначала город п делить на динамическую яскость вот и вот эти два да они уйдут точно поэтому они не нужны на вот это 4 пида напишите 4 пи 4 пи делить на c корень сигма на это так теперь вот этот гардман да вот это чисто правильно вот это там числе там знаменатель вот делить на гардман синус гардман да вот все хорошо да все это замечательно тут одна вещь то выпадает смотрите все это правильно описано но только здесь помимо числа гардман безразмерного еще и проводимый стоит отдельным образом я хотел посмотреть что у меня будет в пределе бесконечно идеальной проводящей среды и недель 1 гардман не хватает но и клан не отвлекся мы смотрите в чем в чем за смотрите по физике что меня здесь интригует а давайте посмотрим на закон ома пределе когда у вас бесконечно большой ток течет если чет бесконечно большой ток то вроде бы по уму должно быть бесконечно большой ток бесконечно проводимый значит должен быть бесконечно большой ток Но тогда бесконечно большая сила, которая делает скорость равной 0. То есть произведение очень большой сигмы на очень маленькой скорости. Ещё раз. По физике. В предельном случае идеальной проводимости у вас течение запирается полностью. Но если течения нет, скорости нет, значит и генерации магнитного поля нет. Правильно? Ну это странно. Ну так получается. Генерация от жидкости идёт. Но если вы жидкость заперли, то генерации не будет. Поэтому меня это что-то заинтриговало. Я хочу на это повнимательнее посмотреть. Ну начнём с простого. Пункт первый. Пусть у вас гард маленький. Чё будет? Во-во-во-во. У вас золотые слова. Во-во-во-во. Правильно, я забыл вам это сказать. Обязательно. Нет, а с другой стороны, нет, смотрите, не-не, а с другой стороны меня интересовало. Нет, это всё правильно. Но я, это вот безразмерный параметр. Я-то хотел понять. Вопрос простой. У вас есть заданное магнитное поле, есть генерированное, которое больше, как и когда? Если вы сюда подставите, ну, это я даже не знаю, что это будет. Подставим, у нас для мистерства сидится, останется тут. Правильно, у вас будет, ну, давайте так, это хорошая идея. Правильно, тогда вы будете знать магнитное поле, но с чем его сравнить-то непонятно. Ну, с Гартманом, да. Гартман там какой-то. Да, давайте, да, я согласен? Согласен? Признаю, давайте. H от Z равняется. Смотрим на профиль H от Z. Вместо Гартмана должны быть... Ну, сейчас, тогда это... Ну, давайте, вместо H... Водовольный квадрат. Так, давайте, вот здесь вот, например, напишите здесь. Гартман. ЦКЛ. Это на Сигму. Во, а теперь тряпочка и вперед. Гартман уйдет, как вы сказали. Че там? Это вроде тоже уйдет. Это, вот это вот, остается, по идее, только Сигма. Да, да. Нет, Сигма останется, значит. H от Z. Весь корень уйдет. Да, хорошо. Да, да, правильно, так пишите. H от Z. Да, 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 пишите, L в кубе. Так, этот, этот... Это С. С, значит, С квадрат. С квадрат, там, это... Нет, да, это одна ушла, да? А это вот отсюда ушла. Да, а Сигма-то останется. О, вот я хочу сказать. Да, 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 да. И это неважно. Это все константы заданные. А проводимость – это величина, которую я хочу шевелить. То есть, да, все понятно. То есть, так и так у вас проводимость... У вас получается два параметра – Гартман и проводимость. Проводимость – это... Гартман, то есть, недостаточно. Ну, ладно. Ну, давайте посмотрим. Да, все хорошо. Замечательно. Ну, теперь все, спасибо, идея хорошая. Не-не-не, ну, уходить не надо, хочу добраться до ответа. Пункт первый. Конечно, сомнительно. Ну, пусть вот это все задано. Это число какое-то, раз у нас выглядит задан. Смотрим, Гартман маленький. Это, значит, малые магнитные поля. Чего будет? В маломагнитном поле, я думаю, что у вас тут нужно разложение до второго порядка. Да? Разложение синуса помните? Синусу, да, это не синусу. Нет, синусу просто икс. Синус. Синус. Синус разложения. Шинус. Синус, сколько это, по-моему? По-моему, там стоит. А следующий икс, сколько на троих? Нет, у синуса будет чередование. Важно, что у вас первый порядок 0 даст. Ну, да, да, да. Ну, видно же, что первый порядок даст ноль. А там, по-моему, разложение гипербаллического синуса помните, там второе. Нет, там квадратичный член есть или нет синус? Нету. Гипербаллического, по-моему, тоже нету. Там, ну, всё, ну, всё, это означает, что у вас вот в этом случае что-то такое совершенно необразимо. Куб будет по малому параметру. То есть, нет HZ, стремится к нулю, нет индукции. Вот, но вот формула, которую мы стерли, она, конечно, была бы показательной. А я хотел поставить сравнение HZ к H, а не просто само по себе. Ну, ладно, давайте посмотрим второй случай, когда гарднер большой. Ну, вы сейчас что-то получите, но мы-то, если гарднер большой, что тут получается? Ого, тут мне так всё просто. Нехорошо. Потому что гарднер, это, гарднер, сейчас, гарднер, что такое? В общем, вопрос, давайте так, я вам, я вашим товарищам задал вопрос, себе его оставляю и вам оставляю. Меня интересует простая вещь. Величай индуцированного поля в пределе, когда у вас проводимость бесконечно велика. Ещё раз, посмотрите вот сюда, без всяких формул. Если у вас проводимость бесконечно велика, да, то ток-то здоровый, да, но это означает, что тормозная сила здоровая и скорость будет маленькая, да? То есть вот в этой формуле у вас стоит здоровая проводимость и маленькая скорость, да? Есть ли одну бесконечность на нулю умножить, что получится? Нет, нет, нет. Нет, это вопрос от Владимира Кеновалова. Надо пощупать. Я это, я не знаю, надо посмотреть. Нет, ну надо смотреть. Вообще говоря, неопределённость, но у вас все формулы есть. Все формулы есть. Есть формула для сигма, есть формула для скуча. Что взять, просто посмотреть, что получится с током. Кстати, для тока получать, да, начинаем надо с тока. Вот какой ток будет в случае бесконечно большой проводимости? Потому что скорость у вас к нулю, понимаете, что я говорю, да? Скорость стремится к нулю, проводимость, у вас вот эти два члена начинает, да? У нас четвертый задавленный ингредиент давлений, значит, у нас с силой не будет. И бесконечная магнитная сила, она будет. Нет, электромагнитная сила. Нет, говорит, ген давление, это насос. Вот насос вы сделали, и насос не жалко. Вот этот насос, смотрите, если магнитное поле я увеличиваю, или проводимость растет, у вас никакой насос не сдвинет поле, не сдвинет жидкость. Градиент задан, так поставили задачи. Это, слушайте, тут... Насос вам дает просто перепад давления всего. А вот за счет... Представьте, что вы каким способом можете себе позволить менять проводимость как угодно. Если проводимости вообще нет, то у вас красивый профильплазейный. Если проводимость бесконечно велика, у вас в мороженое поле тока нет. Тока... Нет, электриче... Это... Потока нет гидродинамического. Вот так, запирается течение. Но если запирается течение, это означает, что вроде генерации нет никакой. Я вот и удивляюсь по этому. Здесь, там, и... Смотрите. Когда слабопроводящая среда, обычная пузырь, никакой генерации нет. Ну, нет проводимости, да? В противоположном предельном случае, когда нет течения, когда скорость... Тоже получается, что генерации поля нет. Странно, в двух предельных случаях у вас генерированное поле отсутствует. А в середине-то оно, конечно... Вы же, вон, для него формула. Вот она. Вот формула регенерации. В общем, я прошу вас взять ее, аккуратно посмотреть, пощупать, как она от проводимости зависит, от магнитного поля. Может быть, там... Надо от Гартмана избавиться просто. Вместо Гартмана... Гартман уже ничего не дает. Потому что проводимость... Смотрите, видите, проводимость отдельно стоит. Проводимость в местах. Здесь и в Гартмане. Я хочу, чтобы она была в одном месте. Тогда будет видно. Может быть, здесь видно, нет? Нет, но если... Если так, если косинус здоровый... А! Ну-ка, давайте-ка здесь прикинем, что у вас останется здесь. Если Гартман здоровый, то вы можете... Тут у вас стоит ZL минус... Пишите. Синус Гартман... Синус... Гартман... ZL делить на шинус Гартман. Не-не, это я уже поделил. На Z... Здесь стоит на шинус Гартман. На шинус Гартман. Если Гартман здоровый. Теперь смотрите. Ну, а что тут-то надо... А, ну все понятно, более-менее. Если у вас Гартман очень большое число, то везде, где Z отличается от L, вот этот синус забьет вот этот. Всегда. Поэтому почти везде, кроме углов, этого члена не будет, да? Значит, Гартман выпадает, и у вас генерация поля будет пропорциональной проводимости. Отсюда мораль. Удивительная получается. В идеальной проводящей среде у вас генерация поля есть, конечно... Ну как, ну очень большая будет генерация, все равно поле генерируется. Вот такой предел. Мне надо подумать. Это странно. У вас получается гидромет... Можно вас спросить, что меня заинтриговало? Вам понятно? У вас в предельном случае идеальной проводимости запирается течение полностью, а генерация мораль этого поля продолжается. Вот удивительная вещь. Может, так оно и есть. Кстати, очень может быть. Я отвлекусь вам, отвлекусь философским рассуждением. Вы возраст вселенной знаете? Какой? Нет, чего? Нет, там по разным оценкам там 13 миллиардов... 13... Да. Там 12-13 миллиардов лет с большого взрыва. Да, да, да. И вот буквально так, половина для... Нет, половина из этого... Нет, там для любой звезды, для Земли, там дают 4-5 миллиардов, для нашей звезды половина уже прошла. Ну, примерно, примерно. Я хочу сказать другую вещь. Есть оценка магнитного поля. Магнитного поля, это галактическое магнитное поле, которое его тоже существует. Так вот, для него есть классическая оценка для магнитного поля, которая утверждает, что у него эта вот оценка для магнитного поля, она больше, чем возраст вселенной. То есть, сначала было магнитное поле, а потом взрыв. Это я такую забавную вещь прочитал. Ну, с вами делюсь этим забавным... Всё, спасибо. Что делать, понятно? Доводите до конца графики, ну, и так примерно понятно, что выглядит. График для магнитного поля, вот, надо, чтобы он у вас был. То есть, вы задачи решаете аналитические. Ну, компьютеры есть, посмотрите. Всё? Всё? Спасибо. Да, и время, наверное, выходит, да, сейчас? Сколько сейчас времени? Ну, всё, всё, спасибо. Да, напоминаю, в следующий раз приём заданий. Приходите. Да, лучше всего, да, приходите сюда. Лучше всего прям сюда по расписанию будет приём заданий. Во- Luna. Да, всё, да. ner investёшь его. Продолжение следует...